Северный город в студии Анастасия Матвеева Сегодня наши корреспонденты расскажут о главных событиях Городские дороги ждет капитальное обновление Полицейские Усть-Илимска задержали угольщиков Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам добровольного переселения Проспект Мира на несколько часов стал Арбатом На территории курорта Русь прошел туристический слет «Дружба народов» 27 августа начинается капитальный ремонт городских дорог Об этом рассказали в Департаменте жилищной политики и городского хозяйства администрации Усть-Илимска Подробности далее Начальник Департамента жилищной политики и городского хозяйства Александр Невмиржицкий Рассказал, что на днях завершился аукцион по капитальному ремонту трех городских дорог Это проспекты Мира и Дружбы народов, а также улица 50 лет ВЛКСМ Определился подрядчик и сейчас идет процесс заключения контракта, сумма которого составляет 283 миллиона рублей на два года Первое очередное место определен участок проспекта Дружбы народов от улицы Федотова до улицы Димитрова Все в городе знают, что это наиболее проблемный, наиболее сложный участок Поэтому принято решение на работу выполнять там По словам Александра Невмиржицкого, если позволят погодные условия, данный участок дороги отремонтируется в течение месяца Соответственно, движение автотранспорта здесь будет временно перекрыто Городским дорогам даст новую жизнь иркутская компания «Регион Спецтранс», которая в прошлом году выполняла ремонт придомовых территорий Особых претензий к этому подрядчику не было Эта же компания занимается сегодня строительством четырех многоквартирных жилых домов в Левобережье По программе переселения из ветхого аварийного жилья Строят не так быстро, как хотелось бы, но по сравнению с другими подрядчиками, предыдущими, скажем так Которые заканчивали два дома, строят лучше и строят быстрее Александр Николаевич рассказал, что капитальный ремонт городских дорог проводится впервые за многие годы Будет полностью сниматься старое дорожное покрытие То есть асфальтобетон старый будет вывозиться Меняется полностью бордюрный камень Производится частичный ремонт бетонного основания Затем два слоя нового асфальтобетонного покрытия И между которыми будет еще металлическая сетка, решетка Наталья Иванишина, Александр Килин, информационная программа «Северный город» 26 августа в 6 часу утра сотрудники дорожно-патрульной службы Во время проверки пригородной трассы Братск-Устилимск в 13 километрах от города Обнаружили автомашину ВАЗ-2106 без регистрационных знаков Рядом с автомобилем находились двое граждан 17 и 23 лет Которые впоследствии были задержаны Как выяснилось, несовершеннолетний и его взрослый друг гуляли по городу И под утро из двора дома по улице Наймушина угнали жигули На которых решили добраться до поселка Идучанка Заявление от потерпевшего об угоне автомобиля поступило в полицию спустя несколько часов Задержанный подросток ранее уже привлекался к ответственности за совершение тяжкого преступления И был осужден условно На счету его 27-летнего друга только административное правонарушение Появление в общественном месте в состоянии опьянения Для обоих была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Возбуждено уголовное дело 27 августа в администрации города состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по реализации целевой программы Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область Соотечественников, проживающих за рубежом В рамках совещания рассматривались вопросы, связанные с гражданами, прибывающими с Украины Продолжит Анна Ефремова В начале заседания координатор межведомственной комиссии Заместитель мэра города по социальным вопросам Александр Ситников Донес до присутствующих следующую информацию На сегодняшний день на территории Иркутской области В связи с прибытием граждан из Украины Введена чрезвычайная ситуация Режим чрезвычайной ситуации У нас пока основания для введения какого-то особого режима Или там режима чрезвычайной ситуации нет Когда из командировки приводит Владимир Сергеевич Будем рассматривать этот вопрос Но по предварительной информации Принятое решение и к нам сюда направляются 250 человек На территорию города Устилимска Поэтому в связи с этим надо будет организовать работу Сейчас на территории на 21 число у нас было 66 Но по последним данным 69 здесь прибывших к нам Ситуация такова Около 70 человек уже находятся на территории нашего города Плюс еще 250 в перспективе Итого 320 человек Столько жителей Украины примет наш город Большинство приехавших из мест боевых действий Разместились у родственников В данное время они проходят процедуру оформления прибытия на российской территории По вот этим 250 ситуация непонятна Более того, правительство Иркутской области ставит вопрос Что если мы здесь их будем принимать То надо смотреть не только вопросы размещения самих граждан Вопрос с детьми тоже надо смотреть, как их с ними что делать Но и также вопрос безопасности тоже надо учитывать Потому что под эту марку могут прибывать неизвестно кто То есть это могут быть, скажем так, вплоть до того, что какие-то провокаторы То есть мы же не знаем Перед комиссией поставлена задача разместить, трудоустроить и оформить вынужденных переселенцев Первый и самый главный вопрос их размещение Было принято решение поселить иностранных граждан Которые прибудут в ближайшее время в летний оздоровительный лагерь лосенок И в общежитие бывшего педагогического университета Руководитель гостиничного комплекса Устелим Анатолий Плохотник Дал согласие на размещение нескольких семей в гостинице Также помощь предложил генеральный директор курорта «Русь» Сергей Хоменко Он пояснил, что на данный момент места в профилактории нет Но после 15 января станет возможным размещение небольшого количества беженцев Две семьи мы можем исследовать и медики, чтобы они работали у нас в качестве медиков И одну семью, может быть, или одного человека, как сторожа Можем трудоустроить и разместить Когда вынужденные переселенцы приедут и разместятся, встанет вопрос об их трудоустройстве На сегодня в нашем банке вакансий 294 вакансии, которые дали работодатели 16 работодателей, готовые принять граждан, прибывших с территории Украины Из них 34 вакансии – это вакансии с предоставлением жилья Но самое главное, что эти граждане, которые прибыли в город Устилимск Они не имеют разрешения на временное проживание И таким образом трудоустройство этих граждан невозможно Вопросов, конечно, остается много Мы будем следить за ситуацией и держать вас в курсе дальнейших событий Анна Ефремова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город» Вы смотрите информационную программу «Северный город» Мы продолжаем наш выпуск Согласно сложившейся августовской традиции На проспекте Мира была организована выставка «Устилимский Арбат» Общеобразовательные учреждения вышли на главный проспект города Чтобы продемонстрировать творческие работы учащихся О более художников расскажет Дарья Мозгалева Открытые презентационные площадки расположились у Дворца культуры «Дружба», Кинотеатра «Яросама», Магазина «Позитроника» и ДК имени Наймушина На проспекте Мира и улице 50 лет ВЛКСМ Были выставлены творческие работы и организованы мастер-классы На площади ДК «Дружба» свои достижения демонстрировали Многие общеобразовательные учреждения города Школы представили оборудование, новейшие станки, приборы, лаборатории Для того, чтобы устилинцы узнали, чем сегодня живет образовательная система И получили представление о новых методиках обучения детей С приветственным словом горожанам обратилась директор школы номер 13 имени академика Михаила Янгеля Зинаида Мисикова Сегодня мы приветствуем здесь всех от имени системы образования И здесь происходят события в рамках августовской конференции Система образования представляет современное оборудование, которое в школах сегодня есть И наша школа представляет оборудование кабинета ОБЖ Комплекс ЛТЭК И здесь очень много было желающих попробовать, как оказывать первую медицинскую помощь Этому обучают на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности А также мы являемся единственной школой среди общеобразовательных учреждений, которая существует профессиональное образование И мы представляем сегодня профессию исполнителя художественно-оформительских работ Студенты из профессиональных училищ показали свои навыки А преподаватели помогали всем желающим в их освоении Выключаешь поворот Все, все, все Включай передачу Левой ногой сцепление Ногой сцепление выжимает Пускаешь плавно, а это и маневает Участниками Уфтилимского Арбата стали все образовательные учреждения города Школы, лицеи и даже детские сады Цель мероприятия – познакомить население с новыми технологиями в сфере образования по различным дисциплинам Физики, химии, ОБЖ, физической культуре, робототехники В этот день знаком общественного признания к 40-летию Устилимска были награждены многие сотрудники Общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также представители управления образования города Ознакомиться с основами предлагаемых профессий и увидеть творчество устилимских ребят Жители города могли на проспекте Мира Возможность проявить свои способности представлялась всем О городском Арбате нам рассказала учитель труда школы номер 9 Ирина Дмитриева На данной улице представлены работы школ города, то есть детские работы школ города Также проводятся мастер-классы, где дети могут чему-то научиться Также посмотреть на свои работы и на работы других детей со стороны Ну, конечно же, такое мероприятие дает возможность не только показать себя, но и также посмотреть на других и научиться чему-то у других Познакомиться не только с творчеством, но и со школьной модой устилимцы могли на показе «Ранауэй», устроенном школой номер 9 Заместитель директора по воспитательной работе Мария Кадочникова представила площадку школы Тенденции школьной моды 2014-2015, школьные прически и замечательная художественная роспись по текстилю И провела показ школьной моды Обратите внимание на солнцезащитные очки Ивана Как вы думаете, это аксессуар или необходимость? Конечно, необходимость! За ними он будет прятать свои глаза, когда принесется школа-твойку А теперь посмотрите на Владлену Какая красивая прическа! Какой красивый галстук! Стильно, просто, со вкусом! Ребята знакомили жителей с выбранными ими профессиями В профессиональном училище номер 66 нас обучают профессия повар-кондитер Мы можем делать и слоеного теста, соленого Сегодня на выставке все люди проходят, смотрят, раздаем листовки, кто хочет научиться чему-то Своими мнениями об Устелимском Арбате и представленном творчестве поделились и жители города Просто замечательно! Надо как можно чаще такие мероприятия организовать в городе Где могут увидеть такие творческие работы Посмотрите, сколько в Устелиме талантливых и творческих людей Ну это просто замечательно! И я рада, что такие люди живут в нашем замечательном городе Организаторы не забыли и о дошколятах Лица маленьких устилимцев украсили яркие бабочки и цветные узоры Что очень радовало детишек Можно не сомневаться, что проведенная выставка надолго запомнится горожанам богатством событий и впечатлений Дарья Мозгалева, Александр Килин, информационная программа «Северный город» с Устилимского Арбата В минувшую субботу устилимских предпринимателей собрал ставший уже традиционным турслет «Дружба народов» В этом году его проведение намечалось в июле Но в связи с погодными условиями несколько раз переносилось 23 августа долгожданное событие наконец-то состоялось Какие испытания пришлось пройти командам предприятий и организаций, смотрите в сюжете Туристический слет проходил на территории курорта «Русь» Посоревноваться в силе и ловкости собралось 6 команд «Русичи», «Дезешеры», «Сервика», «Дружба и Лимтелеком», «Заря ТЭЦ» и «Иркут» С приветственным словом выступил Евгений Козырев, заместитель мэра города по развитию предпринимательства и инновациям Владимир Ташкинов, мэр города Устилимска, неизменно присутствует на всех спортивных мероприятиях города И в этот раз он пришел поддержать участников слета Вот этот турнир, который проходит в городе Устилимске «Дружба народов» под таким красивым названием Потому что наш город, конечно, многонациональный И хотелось бы, чтобы все жили в такой же дружбе Устилим, еще раз говорю, был бы примером для всего мира Что все национальности могут жить в дружбе, хорошо проводить время И стремиться к здоровому образу жизни Это, конечно, очень приятно Такие турниры у нас проходят ежегодно Это летние, это зимние И хотелось бы, чтобы команды, конечно, победили все Все будут проходить на очень высоком уровне Будет много эмоций, будет хорошего настроения И люди получат заряд бодрости И дальше приступят уже к рабочему своему ритму Буду рада Хорошей погоды, ярких эмоций И спортивного настроения Вперед к победе! По уже сложившейся традиции Владимир Ташкинов вместе с капитанами команд Поднял флаг нашего города Затем каждый отряд выступил с визитной карточкой Кто-то с воодушевлением пел песни Кто-то показывал забавные сценки Развеселившие всех предшедших на праздник спорта и здоровья Далее прошла жеребьевка В ходе которой решилась С какого этапа будет стартовать каждая команда Обязательный момент перед началом соревнований Инструктаж по правилам прохождения конкурсов И техники безопасности Команду Иркут ждала нелегкая полоса препятствий В которой нужно было за определенное время Разобрать палатку Затем преодолеть шаткий веревочный городок И переправу Поразить мишень дело непростое В этом состязании выяснили У кого самый меткий глаз Раз дощечка, два дощечка будет лесенка Как бы не так Каждая дощечка находилась на приличном расстоянии от другой И участникам пришлось проявлять чудеса акробатики Перепрыгивая грязь и лужи В завершении этого этапа Команде нужно было установить разобранную палатку Победителем станет тот, кто быстрее пройдет это испытание А тем временем другие команды играли в смешанный футбол Засчитывались все забитые голы И определялись победители Участникам слета давали время для того Чтобы отдохнуть и подкрепиться Пришло время выяснить Какая команда сильнее В перетягивании каната Борьба была не из легких Никто не хотел уступать сопернику Ребята и девчонки дружной сплоченной командой Боролись за победу Главная команда Раз, два Губа! 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 Команда сервика! Устилимцы любят и умеют петь Следующий конкурс – доказательство тому. Креативные костюмы, блеск в глазах и задор – команды постарались на славу. Вместе весело участвуем в турслете. Мы в турслете, мы в турслете. Полосу препятствий мы пройдем на турслете. Мы на турслете, на турслете. Перед судьями стояла нелегкая задача – выбрать победителя. Ведь все участники показали яркие и запоминающиеся номера. Команды активно поддерживали друг друга, подпевали и аплодировали. А какое кулинарное мастерство они продемонстрировали? Пока подводились окончательные итоги мероприятия, участники рассказали о сложностях конкурсов и пожелали успехов соперникам. Наша команда «Сервика» традиционно ежегодно участвует в таких соревнованиях. На самом деле мы очень рады, что мы участвуем в таких соревнованиях, потому что масса впечатлений, масса приятных, позитивного настроения, прям хорошего настроения. Не важно, какая погода была бы, дождь, ливень или там солнечно, очень жарко. Мы всегда рады участвовать в таких мероприятиях. Тем более мы можем и себя показать, и на других посмотреть. И хорошо представить, в принципе, свою команду. Вот ты только что с футбола выбрался. Какие там были эмоции? Как шла борьба? Сложно, несложно? Футбол был слегка нетрадиционный. То есть у нас забивали только девочки, и на воротах должны стоять только девочки. Мы всего лишь были на распасовке. Очень тяжело, на самом деле, играть. Особенно девочки у нас неопытные, конечно, в плане футбола. Приходилось вот так вот болеть еще за них, играя в команде. Конечно, было тяжело, трудно. И команды, соперники очень сильные. Желаю им, соответственно, хорошо выступить. В целом полоса, ну, в принципе, я прошел ее нормально. Ну, там была пара ошибочек. В целом нормально. Сложно. Что было? Вот расскажите. Самое сложное было последнее, там, где вот пеньки и шина, они вот очень сильно шатались. И вот там мы два штрафа, по-моему, даже заработали. Ну, сильно шаталось. Мы даже чуть не слетели. Как ваши девушки преодолели это? Ну, они очень смелые, и все препятствия прошли полностью. Настроили нас на победу. Наконец наступил долгожданный момент награждения. Всем были вручены денежные призы и сертификаты. Трудно не согласиться с тем, что после турслета остаются незабываемые впечатления. Масса положительных эмоций. Обретаются новые друзья. Отдел по развитию предпринимательства и инновациям администрации города Устилимска приглашает всех желающих встретиться на подобном мероприятии в следующем году. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». В августе нынешнего года популярной устилимской танцевальной команде «Брейк-атлон» исполняется 13 лет. В связи с этим событием запланированы ряд мероприятий, которые пройдут в ДК имени Наймуша. На 28 августа в 15.00 состоится «Брейк-данс-баттл». А 29 августа томцоры дадут мастер-классы. Начало в 12 часов. На этой минуте у нас все. Я, Анастасия Матвеева, и мои коллеги прощаемся с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова